11.06 в Кирове, программа «Дневной разворот» в эфире, в студии Светлана Занько. И Анна Лапшина, добрый день. Всем здравствуйте. Мы продолжаем тему понедельника, тему, я даже не знаю, как сказать, перепрофилирования полигона в Лубягино. Нет, нет. Создание на месте или рядом с полигоном Лубягино мусоросортировочного комплекса. Нет, мы говорили в понедельник, и нас поправили чиновники, которые приходили, а там была очень представительная делегация, что речь идет не о полигоне, а речь идет о... Участке рядом с ним. Нет, речь идет о комплексе, который будет включать в себя полигон, мусоросортировку и мусоропереработку. Этого... Вот сейчас нам наши гости, кстати, уже до эфира поясняли, и сейчас сами тоже скажут, но после короткого перерыва, после первого нашего перерыва. Еще раз, речь идет о комплексе мусоросортировки, мусоропереработки и захоронения мусора, складирования мусора, который планируется к строительству в Лубягино. Отправные данные, которые дали нам чиновники, на 8 гектарах земли будет построен этот комплекс. Ну, планируется построить этот комплекс, будет, не будет, это как бы покажет жизнь. И дальше мы пойдем сегодня разбираться, потому что нужно посмотреть привязку к местности, где там полигон Куприто, существующий сейчас, где находится Лубягино, где находится Радужный, потому что жители Радужного активно тоже участвуют в дискуссии по этому поводу. Нам помогут в этом во всем разобраться наши гости, давай их представим. Итак, в гостях у нас Вячеслав Царюк, председатель общего собрания коттеджного поселка Лубягино и представитель сообщества деревень Федяковского сельского поселения. Вячеслав, здравствуйте. Добрый день. Дмитрий Лисник, председатель общего собрания деревни Лубягино. Дмитрий, здравствуйте. День добрый. И два представителя микрорайона Радужный, это Павел Вахрушев и Наталья Подгорбонская. Добрый день. Добрый день. Да, добрый день еще раз. Мы с коллегами договорились, что мы сегодня звонки от слушателей не принимаем, потому что у нас четыре представителя, а некоторые из них делегированы сразу несколькими деревнями, и им есть что сказать. Много чего, да, консолидированное кто-то мнение, кто-то частное выскажет. Мы не потому не подключаем, что мы не хотим слышать, а потому что просто опасаемся, что времени не хватит всем высказаться. Надо дать время высказаться. Тема будет неоднократно в эфирах подниматься. Конечно. И вот, значит, как мы строим эфир. Ну, напомним, во-первых, мы об этом говорили в понедельник, что мы решили предоставить сначала эфир чиновникам, потом жителям, потом можно в одной студии встречаться и дискутировать, просто чтобы все высказались поэтапно. И в первую очередь, вот буквально в течение двух минут, хотелось бы, чтобы вы описали с вашей точки зрения, что произошло 2 февраля, в воскресенье, когда должно было состояться собрание по этому планируемому строительству, и не состоялось. Кто возьмет слово? Давайте я тогда. Да, Вячеслав, Царюк. Вначале я бы хотел рассказать о том, что на эту встречу приехало очень много журналистов. Встреча была инициирована правительством Кировской области. На каждом столбе в деревнях Лубягина, татары, кузнецы и Нагоряна висели объявления, что приглашаем всех посетить деревню Лубягину на встречу к министру окружающей среды по поводу выделения земель под строительство мусороперерабатывающих комплексов, где все могут задать свои вопросы. Я бы хотел сказать о том, что мы внимательно посмотрели эфир, где выступали чиновники. Мы очень удивлены... Вячеслав, наш эфир, который был в понедельник. Да, ваш эфир. Мы очень удивлены их позицией и реальным искажением фактов, которые буквально перевернули все с ног на голову. Если у человека есть желание увидеть реальную картинку, сейчас достаточно в любом поисковике набрать слово Лубягина и посмотреть все репортажи. Там будет понятно, на самом деле, что происходило. Вот представьте сейчас вашу точку зрения, вы там были внутри, что, на ваш взгляд, произошло? Вы уже начали описывать, да? Вот висели во всех четырех деревнях приглашения. А потому что, ссылаясь на Лубягина, в котором там 200 жителей, условно говоря, прописано, и депутаты подсказали чиновникам, со слов чиновников, что, ну окей, придет человек 50 в итоге. Сейчас мы понимаем, что четыре деревни, как минимум, было оповещено, в которых, очевидно, больше людей проживает, чем 200. Да? Я бы хотел сейчас... Вот смотрите, у нас есть председательница деревни Лубягина, Дмитрий Ильич. Вот расскажите, пожалуйста, почему нашу деревню Алла Албегова назвала дачным поселком, где там никто не живет? Вот это нас очень сильно возмутило, что там от силы проживает человек 50. Давайте сначала все-таки так. Кто пришел и что было 2-го числа? Пожалуйста, Дмитрий. Ну, на приглашение министра экологии пришли представители, жители четырех деревень. То есть были перечислены Лубягина, татары, Нагаряна, Кузнецын. То есть это близлежащие деревни, близлежащие на северный пункт. Да, 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 близлежащие. Для уточнения могу сказать, что, по словам министра, они ожидали 50 человек. Я, как представитель Лубягина, могу сказать, что постоянно проживает в нашей деревне около 200 человек. Это постоянно проживает? То есть это не дачники? Это не дачники. В нашей деревне, ну, максимум 5-6 домов. Это максимум. Остальное все живут постоянно круглогодично. И вот, как бы, по словам, что они ожидали 50 человек, вопрос очень серьезный. Хорошо. Как вы собирались? То есть вот вывесили объявление. Как вы собирались? То есть вы заранее знали, что у вас будет такое количество человек? И оповестили ли вы кого-нибудь заранее, что в клуб все не войдут? Давайте так. Я, позвольте, отвечу на этот вопрос. Я постоянно был в контакте с главой администрации Федяковского сельского поселения. Я ему говорил, вы каким образом 200 человек Лубягина собираетесь вместить в клуб? Еще зовете туда жителей деревни Татары и Кузнецы. Я говорю, вы понимаете, что туда никто не войдет? Давайте мы, инициативная группа жителей, подготовим альтернативную площадку. Мы попросили, значит, главу администрации, чтобы он позвонил дорожным службам. И за день до этого вся площадка была вычищена, что она могла даже 500 человек вместить. Мы прекрасно знали, что никто в клуб не войдет. Поэтому люди стали собираться на площади. Дойти до клуба на самом деле недалеко. Но клуб небольшой, я так понимаю, да? За какое время вы сообщили? Ну, это просто очень важно. За какое время, вот как шли эти переговоры с главой поселения? И за какое время он знал, что придет народу больше? Примерно это было уже известно как минимум за неделю. За неделю. За неделю мы сообщали, что такое количество в клуб не войдет. Продумывайте альтернативную площадку, что интерес к теме огромный. И если вы думаете, что даже только жители Лубягина будут участвовать на этой встрече... И то не влезут все. Потому что придут все. Люди приходили с маленькими... Это очень важно знать. Просто что за неделю были уведомлены. Люди сообщили, что нас будет больше. Мы все хотим прийти. Поэтому, пожалуйста, подготовьте. То есть не внезапно это выяснилось, что все не входят. Более того, я бы хотел еще один момент отметить. Когда я в пятницу Андрею Поликарповичу задаю вопрос. А скажите, пожалуйста, каким образом будет организована доставка людей из татар? Это 5 километров, на всякий случай, от Лубягина. В Лубягина. Там живет много пенсионеров. Не у всех есть свой личный транспорт. Кузнецы тоже 3 километра от Лубягина. Вот как вы собираетесь их привезти? Он сказал, что правительство не выделило даже никакой газельки для того, чтобы организовать трансфер желающих... Вот здесь уже есть противоречия, потому что нам было сказано в эфире, что была организована встреча для жителей конкретно Лубягина. В то же время мы увидим, что были оповещены 4 деревни. Они были приглашены. У нас есть фотографии. Мы готовы после эфира передать фотографии всех объявлений, что все деревни приглашены в одно и то же время именно в деревню Лубягина. И за неделю до этого глава Федякинского сельского поселения об этом знал. Он лично развешивал приглашения в каждой деревне. Об этом знал и сам развешивал. На вскидку, сколько всего людей проживает в татарах, кузнецах, Нагоряна и Лубягина? Ну, скажем так, я занимался этим вопросом. В Лубягина проживают 200 жителей. В Нагоряне около 30-40. Кузнецы около 50 до 50, 40-50 постоянно живущих. Татары деревни немножко побольше. Скажем так, от 300 до 400 жителей. Вот теперь вот просто... Слушайте, ну это получается 700 примерно человек. Да. Вот этот куст. Да. Окей, мы теперь представляем себе примерно эту цифру. Дальше, кто пришел 2-го числа? 2-го числа пришли люди, которые знали, что это будет мероприятие. И, конечно, пришли все, кто мог прийти из ближайших деревень. Но об этом узнали жители Вахренок. Это тоже рядом. Жители Олинцы, коттеджный поселок. Если посмотрите по карте, то от будущего полигона это всего 500 метров. В Вахренке это огромное садоводческое товарищество. Рядом Головизненцы. Значит, Дряхловщина, Сунчиха, вот это все садоводческие поселения. И оттуда тоже пришли люди. Конечно, оттуда приходили. Из Радужного приезжали люди. До Радужного 2,5 километра, по-моему, да? Я вам скажу, такой общественный резонанс вызвала эта встреча. Люди приезжали из Посегова, из Кстинина. Всех волнует размещение такого объекта на территории ближайших к их населенным пунктам. Прервемся буквально на 20 секунд и продолжим разговор с нашими гостями. Итак, мы говорим о том, почему местные жители, а мы говорим сейчас о жителях деревень и садоводческих хозяйств, которые находятся близ Лубягина, в котором планируется построить комплекс по сортировке, переработке и захоронению мусора. Почему 2-го числа не состоялось собрание, как оно планировалось, в другом формате все вышло, это общение. И с чем не согласны жители, с чем из слов чиновников, из планов не согласны жители. Сейчас передадим слово представителю поселка Радужный. Микрорайон Радужный. Микрорайон Радужный. Павел Вакрушев, пожалуйста, говорите. Радужный 2,5 километров по прямой от Лубягина. Немножко поправлю. По дороге от Лубягина до Радужного 7 километров. По прямой 2,5 километра это от границы полигона, которая нарисована на схеме, которую мы все видели в социальных сетях, до городской черты, то есть до самого микрорайона. Почему пришло, навстречу пришло очень много людей из Радужного? Давайте вспомним, что в Лубягина нет школы. То есть все дети жителей Лубягина учатся в поселке Радужный. То есть связь между... Не только Лубягина, но и лишь лишние детские сады. Связь между поселком, между деревнями, между вот этими деревнями Федяковского поселения Радужным, она очень плотная. Тут ничего ни от кого не скроешь. И скажу честно, вот чисто свою эмоцию, когда в середине недели, примерно за 3-4 дня до встречи в Радужном вдруг появилась информация. А вы знаете, что такое паблик Радужный ВК? Ну да. Это пример для всей страны. То есть это было вынесено, в принципе, как один из таких серьезных, хороших, прогрессивных проектов. Это был эффект, вот как хотите, называйте, либо взрывавшаяся бомба, либо шок. То есть когда люди городского микрорайона с общим натерением более 10 тысяч человек, а если посчитать Васильки, то, наверное, 1013 будет примерно, узнают, что в 3 километрах от них собираются организовывать комплексные предприятия, связанные с переработкой мусора. Ну, это был, еще раз повторюсь, это был шок. Потому что нигде ранее эта информация не проходила. И хочу еще заметить, что несмотря на то, что формально этот комплекс относится к Кирово-Чапецкому району, но по близости к району города Кирова, это вопрос, по моему мнению, не только Кирово-Чапецкого района и Федиковского поселения, но это вопрос, как минимум, масштаба города Кирова. Опять же, учитывая социальную и важность этого вопроса. Поэтому я не удивлюсь, учитывая активность жителей Радужного, то просто чисто по своей инициативе люди просто собрались и на своих автомобилях проехали 7 километров, чтобы быть на встрече и слышать, что власть хочет сказать по поводу организации данного комплекса. Вот. И нас очень задело, вот мы сегодня... Вот подчеркните, пожалуйста, вот Дмитрий, Павел, подчеркните, пожалуйста, вы готовы были выслушать, что власть хочет вам рассказать по поводу комплекса? Мы для этого приехали. А у вас, в принципе, вот после того, как все прошло, какое осталось ощущение от того, что вот вы приехали за тем, чтобы вам рассказали, а рассказа не получилось? Впечатление только одно с нами, никто не хотел говорить. Вы понимаете, что неподготовленная площадка под открытым небом на 200 человек, 200 человек людей, часть из них, которых мы видели, кстати, на видео, достаточно активно была настроена, с лозунгами, выкриками, требованиями отставки и так далее. Секунду, я просто спрашиваю. Могла бы вам помешать или не могла бы в каком случае? Вы знаете, вот поучаствовав в мероприятии, я не ощутил какого-то значительного влияния вот этой организованной группы, которую, честно говоря, я не заметил влияния этой группы. Чиновники говорили про организованную группу. Но там всё было в рамках разумной организации процесса. Естественно, были люди, и всё было организовано достаточно хорошо. Мы видели пожарную машину, мы видели сотрудников внутренних органов. Можно ли было чиновникам, с вашей точки зрения, с вашей оценки изнутри, при общем настрое людей, которые там были, в каком-то режиме спокойном рассказать о том, что планируется, а вы могли бы задать вопрос? Ну, то есть, возможно, это было сделать не в клубе, а на улице? Я уверен, что это не только можно было сделать, это нужно было сделать. Мы все живём в современном мире. Даже если что-то идёт не так, задача людей, которые находятся у власти, как-то сориентироваться в ситуации и выйти из неё достойно. Вот в данном случае этого мы не увидели. Хорошо, Вячеслав, разрешите, вот по поводу организации, вы сказали, что это была неподготовленная площадка. Вот здесь вы ошибаетесь. На самом деле был резервный комплект звукоусиливающей аппаратуры. Кто его предоставил? Его предоставила администрация Федяковского сельского поселения. По моей просьбе эта аппаратура была привезена, она была установлена в клубе. Никаких проблем переставить её на площадь, на улицу не было. В конце концов была ещё одна активная колонка, можно было это сделать. Более того, на площади стояли столы, где планировалось, что если все не войдут, и администрация всё-таки выйдет к людям, что они могли в нормальных, спокойных условиях рассказать и ответить. А кто организовал, Вячеслав, столы? Столы были предоставлены у нас из деревни, мы из клуба их принесли. Жители. Жители. Жители, да. Ещё один маленький момент. Вот там начинаю в некоторых пабликах писать, что там ЛДПРовцы нам проспонсировали печеньки. Нет, я вам честно скажу, я сам за свои деньги. На полторы тысячи рублей есть чеки. В магазине «Глобус» накануне купил чай, сахар, печеньки и сушки для того, чтобы, если вдруг всё-таки мероприятия будут проходить на улице, а я знал, что на улице получится, что у людей-то приедет много и в клуб никто не войдёт. Смотрите, Вячеслав, вы их купили, печенье купили вы, печенье купил я. Время бежит. Давайте на две минуты про организованную группу и про ЛДПР. Действительно представители ЛДПР там были? Ну да. Они сами приехали или вы их пригласили? Нет, мы не приглашали никакие политические партии. Сразу, если в паблике обсуждают, просто расскажите. Вы с ними контактировали до самого мероприятия, как-то согласовывали действия? Они говорили, давайте мы защитим ваши интересы. Значит, по вашему вопросу. Про печеньки, как бы. Значит, про печеньки. Уже после всего мероприятия ко мне подошёл молодой человек и представился, что он представитель регионального отделения ЛДПР. Кто это был? Владимир Панарьев, по-моему, да? Вот я запомнил. Мы обменялись контактами. Я сразу сказал... То есть до самого мероприятия с ЛДПР вы никак не контактировали? Нет, я сразу сказал, что наше сообщество деревень абсолютно аполитично. Но если ЛДПР будет освещать эту проблему, выводить её на более высокий уровень, то мы не против вот этого. Окей, теперь давайте про то, что вы хотели сказать. Да, мы субтитры ограничены. Согласны, не согласны, лживые данные вы говорили. Ещё теперь смотрите, вот вы сказали, могли ли бы мы обеспечить вот эту безопасность вот этой встречи? Смотрите, изначально люди пришли все очень хорошо и мирно настроены, хотели диалога с властью. И только тогда, когда министр Алла Албегова отказалась выходить к людям, то есть сначала её пригласили выйти на площадь к людям, она сказала, нет, мы не пойдём, у нас мероприятие согласовано на клубной 4, пусть все идут сюда. И вы представляете, вот эта толпа, 450 человек, она вся пошла в клуб. Но вот настроение, настроение у людей, у населения, которого пригласили на встречу, негативным стало только после того, как состоялся вот этот диалог внутри клуба, и никто не вышел поговорить. Тогда ещё одна минутка, мы тоже смотрели видео из самого клуба и видели, как минимум два человека, известных нам активистов, которые выступали и по Осенциму, и по Марадыкову, и по многим другим вещам, являются организаторами митингов в городе, именно они вдвоём. Светлана, ну назови уже эти люди. Салая, я второго, к сожалению, такого высокого товарища не знаю, но я знаю, что он всегда с Валерием Семенищевым приходит и в одинаковой манере они себя ведут. Считаете ли вы, вы видели это видео, считаете ли вы ту манеру, в которой они разговаривали с Аллой Виктором, она просто обращала на это внимание, она им отвечала, провокативные или нет? Я, честно говоря, ничего провокативного в его действиях не увидел. Он разговаривал достаточно вежливо, пусть и на повышенных тонах. Она чиновник, она министр. Её просит выйти к людям. То есть оба этих человека, вы считаете, разговаривали вежливо, корректно и не провоцировали Аллу Викторовну? Просто я спрашиваю. Скорее да, чем нет. Всё окей. Теперь давайте всё-таки перейдём, время бежит. Давайте перейдём к разбору эфира. Вы хотели разобрать эфир с чиновниками. Говорили, что много неправды было в эфире. Ну вот первое, что это Дмитрий сказал, что было 50, что приглашали только жителей Лубягина. А как мы сейчас с вами определились, приглашали и все деревни тоже. То, что жителей деревни Лубягина всего 50, а остальные все дачники, тоже она говорила, да, вот такой момент. Теперь по поводу, значит, карты полигона. Вот то, что они говорили, что у них сейчас не реализовано три карты из имеющегося полигона, текущего, который действует размером 8 гектар. Это мы сейчас говорим про полигон Куприта. Про полигон. А не про тот, который планировал. Не про новый. Секунду. Новый полигон, который будет создаваться, по их мнению, да, это тоже будет полигон Куприта. Поэтому будем называть такими вещами. Новый, старый, да. Термины такие будут. Так вот, старый полигон, у него действительно там площадь, общая площадь, выделена под него 8 гектар. И под свалку конкретно, куда завозится сейчас весь бытовой мусор, вот его очень хорошо видно со спутниковой снимка, это площадка всего лишь 1 гектар. Она находится внутри лесного массива. Недавно там были общественники, вы знаете, в ноябре, куча фотографий в интернете. Там гора уже высотой с 9-этажный дом, этот полигон действительно пора закрывать. Вот. И, в принципе, почему про этот полигон особо сильно никто не выступает? Потому что, во-первых, он маленький, второй, его скоро закроют, третий, он огорожен лесным массивом. То есть он изолирован, инкапсулирован. Еще раз, это про старый существующий полигон. Это про старый существующий полигон. Что планируется сделать с новой вот этой территорией? Значит, выделено, выделено 13,5 гектаров. Вот насчет того, как это выделено, сейчас будет разбираться прокуратура и Следственный комитет, потому что было подготовлено коллективное обращение, отправлено. Вот. Тем не менее, значит, вот эти 13,5 гектаров, как они собираются использоваться? Первое, там хотят поставить первичную площадку сбора мусора. Ну, хотелось бы сказать мнение, что такое в нашем представлении первичная площадка сбора мусора. Это один за другим. Туда приезжают грузовики и вываливают мусор прямо. Смешанный. Смешанный. У нас нет разделения сбора. Да, да. Значит, по мере освобождения мусоросортировочной линии, этот мусор забирается в мусоросортировочный завод. Если, конечно, он будет построен и если он будет запущен, у нас в этом тоже есть большие опасения, да? Дальше. Значит, часть полезная уходит на переработку. Здесь же, тут же, на этой же территории они планируют поставить заводы по переработке пластиков различных. Это полистирол, это полипропилен, полиэтилен низкого, высокого давления, разделенный уже по фракциям. Я вам скажу так. Я бывал на таких производствах, где идет переработка вторички. Это ужасные условия труда, это очень... Но существующие. Мы не говорим о современных все-таки заводах. И мы не знаем, какой будет завод здесь. Да, мы не говорим об этом. Вот, и смотрите, все равно они предполагают, что будут оставаться хвосты. Ну, остатки-то. Они не могут не перерабатывать, они везде всегда остаются. Вот они вам говорят вчера, и они всем пытаются донести такую мысль, что свалки полигона в нынешнем понимании не будет. Будет мусоросортировочный перерабатывающий комплекс. Я вам скажу так. Наше личное мнение всех жителей. Это еще страшнее, чем свалка. Потому что хвосты — это концентрированный мусор, который не может быть переработан. И они не будут его увозить куда-нибудь далеко. Они будут его захоранивать прямо здесь, отравляя почву. Если объем пойдет со всего города Кирова, можно представить, какой это будет вообще... Чем хвосты, о которых вы говорите, отличаются от того мусора, который мы с вами каждый день генерируем, и его вывозят на свалку? Значит, тем, что в том мусоре, который мы с вами каждый день генерируем, и его вывозят на свалку, есть естественная часть, которая перерабатывается землей, почвой в процессе гниения. Да. Это органика, она сама себя перерабатывает. И перерабатывает заодно пластик, стекло и все остальное, что там в мусоре? Ну, просто вопрос. Нет, в конце концов, конечно, там остается какой-то вот хвост от этого, да? Он остается, вон горы лежат от этих вот Костина съездить и посмотреть, что там остается. Мы ведь жители деревни Лубягиной, близлежащих окрестностей. Мы не против решения мусорного вопроса. Мы знаем, что он назрел. Мы просто не понимаем, почему этот мусорный вопрос должен решаться вблизи населенных пунктов. Это основной вопрос, правильно я понимаю? Сейчас мы к этому перейдем после небольшого рекламного перерыва. Продолжаем наш эфир. Да, в гостях у нас Вячеслав Царек, Дмитрий Лесник, Павел Вахрушев и Наталья Подгорбунская. Это жители деревни Лубягина, коттеджного поселка и микрорайона Радужный. Как раз Наталья Евгеньевна рассказывает о впечатлениях от встречи 2 февраля, которые были. Кстати, это важно. Очень сейчас в перерыве Наталья Евгеньевна сказала, что она специально не смотрела ни видео из клуба, не заходила в клуб и видела только внешнюю сторону. В микрофон, пожалуйста, Наталья Евгеньевна. Да, да, пожалуйста, возьмите к себе. Мы пришли, потому что нас пригласили. Мы приехали, в общем, совершенно частные люди. Стояли на площади, поскольку предполагалось, что вот сейчас нам все расскажут, что, собственно, ожидается от них. То есть вам было сказано, что все расскажут вам? Не сказано, почему? Мы просто увидели, что будет встреча с... А то, что происходило в клубе, вы не видели? А как мы туда могли поместиться, если, извините... Попытки зайти в клуб не было с вашей стороны? С моей нет, но я стояла, извините, среди народа, которого было очень много. Да, все не вместились. Кстати, по поводу отставки выкриков не было. Мы просили, выйдите. Мы сейчас перейдем. Да, перейдем. У нас остается буквально 12 минут. Давайте используем... Чего жители хотят в этой ситуации? Вот смотрите, я хочу сказать, что власти пытаются провести несколько кулуарных встреч. Нам это не нравится. Проблема касается очень большого круга лиц. Поэтому обсуждать необходимо со всеми. Не проводить какие-то маленькие встречи. Внутри Лубягина только. Внутри Лубягина. Они планируют, по-моему, даже в Нововятске порядка 100 встреч провести с народом. Как вы себе представляете дискуссию на тысячу человек? А я предполагаю, что надо просто сделать нормальную презентацию, показать ее посредством массовой информации и начать уже на общественную... А когда люди скажут, что это вы нам посредством массовой информации и презентации рассылаете, встретитесь с нами вживую, скажут они. А потом уже провести встречу. А потом уже провести... Нет, дело-то в том, что, смотрите, любые общественные слушания, они предполагают какую-то альтернативу. То есть, в принципе, предлагая такой вариант размещения мусороперерабатывающего комплекса в деревне Лубягина, у правительства Кировской области должен быть альтернативный вариант. Но его нет. Все согласны сейчас с тем, что говорит Вячеслав, что нет, не нужно встречаться с жителями отдельных деревень, где есть возможность там каждому задать вопрос, а нужно собрать сразу большое количество людей в одном месте. Не, ну Вячеслав, ты не про это говорил. Он говорил, что сначала презентация, чтобы все познакомились. Ну, соцсети, окей, пока это будут соцсети, а потом встречи. То есть она там чего-то показывала? Нет, все, давайте разберемся. Они так говорят, что мы готовы встречаться с каждым, только давайте так, чтобы, например, было человек 50-100, чтобы каждый мог высказаться. Потому что когда их больше, вроде как уже нет разговора. В этом есть тоже какая-то логика. А Вячеслав говорит, что не надо встречаться с каждым, надо встречаться с теми, кто придет. Он имеет в виду то, что в маленьком коллективе очень легко, грубо говоря, запудрить. Провести свое мнение. Да. Ну, надо защитить. В маленьком коллективе люди, которые приходят, не имеют свое мнение, что ли? А перепрофилировали земли, извините, в маленьком коллективе. Пять человек там будет. Пять человек. С пятью человеком, да. Но если придет весь Радужный и в Радужном будет встреча, вас это устроит? Весь Радужный будет. Если встреча будет в Радужном и придет Радужный, вы готовы, чтобы так происходило? Да, абсолютно готовы. Вопрос в грамотной организации, чтобы не было того, что можно назвать митингом, а была встреча по приглашению, чтобы была модерация, чтобы люди говорили в микрофон, и они кричали из толпы. И в случае нормальной организации никаких вопросов, я думаю, ни у кого не будет. Так, но в Радужном, коллеги, подожди, в Радужном возможности, ну, по крайней мере, там, может быть, не тысяча человек, но человек, наверное, там, 300-500 есть внутри. Вот 9-го числа, в воскресенье, пройдет очередная встреча. Кстати, вам хочу сказать, вчера звонил главе администрации Кирово-Чепецкого района Елькину, спросил, вы решили, где будет встреча, потому что когда ее объявили сначала, что она будет в шутовщине, а народ на площади который находился, и Елькин, когда вышел к людям, он сказал, что нам не нужна шутовщина, у нас нет логистики на шутовщину, проводите в Радужном. Так вот, сегодня, только сегодня, будет проведено заседание в правительстве Кировской области, где будет определено место встречи. Я вам скажу так, сейчас в группе Лубягина Ньюс идет прямое онлайн-голосование. На текущий момент проголосовало более 500 человек. 75% выбрало как площадку, это площадь в Радужном, потому что желающих будет много. То есть, все-таки открытая площадка. Мы просим сделать открытую площадку и дать... Холодно будет проходной. И даже не в холоде дело, все-таки площадь и большое количество людей, насколько это депрезентацию показывают на площади. Слушайте, презентацию они уже выложили. А, выложили. Да, веселые картинки уже все увидели. Так вот, я вам хочу сказать еще вот такой момент, почему я говорил про альтернативную площадку. Ведь власть сейчас, она не просто не предлагает альтернативу, она даже не рассматривает вариант, что народ будет против. То есть, какой они задают вопрос. Они хотят простой человеческой беседы, чтобы выслушать нужды жителей этих деревень. И сказать, вот мы вам сейчас дорогу сделаем, вот мы вам газ сделаем. В обмен на то, что вы соглашаетесь нам не препятствовать в строительстве этого мусора. Я вам скажу так. Если вы помните, в декабре прошлого года была прямая линия у губернатора. Я был там от деревни Лубягина и задал вопрос, почему нам до сих пор не отремонтировали дорогу, которая построена была 40 лет назад. Мне удалось вывести в эфир этот вопрос, и губернатор в присутствии всех камер, значит, дал поручение министру транспорта Соколову эту дорогу включить в график ремонта и отремонтировать ее, потому что это уже переходит всяческие границы. Нам сейчас Албегова презентует это как благо с ее стороны. Извините, Алла Викторовна, у нас народ всего сам добивается. Мы завалили прокуратуру своими обращениями. Вот. Теперь вы нам говорите, что вы нам проведете газ. Да не вы нам проведете газ. Мы в декабре еще, когда не было вот этой отвратительной новости про строительство чудовищного завода на нашей территории, так вот в декабре этого года мы уже разместили у себя в паблике информацию о том, что в 2020 год состоится проектирование, разветвление по деревням Татары, Нагоряны, Лубягина. То есть это в планах было? Сейчас власть, значит, пытается выдать это все нам на ченч. Я вам скажу так, она должна и так это делать безо всяких условий, потому что благодарить власть за то, что она должна и так делать, это все равно, что аплодировать банкомату, когда он выдает тебе деньги с твоей карточки. Да, я согласен. Так, шесть минут. Если позволите, мы бы хотели озвучить, чтобы был понятен наш основной посыл, два момента, которые мы бы хотели вынести как свое мнение. Первое, что всех возмутило в данной ситуации? Сейчас, как нам говорят чиновники, проходит нулевой цикл, так называемый. И проходит этап разъяснения населению проекта комплекса и каких-то особенностей, скажем так, обработки, вот этого мусора, переработки. В то же самое время этот комплекс, он уже называется Лубягина, он предлагается как окончательное единственное решение. В то же самое время, хотя проекта, проработки и каких-то данных по цифрам, допустим, объем захоронения, объем переработки, количество выбросов, ничего нет. Технологий, еще скажу так, извините, вот буквально два дня назад, в понедельник, когда у вас был эфир, у меня потом была с ними встреча, правда она была с министром Албеговой и с министром Судженко. Просто показывает. Мы встречались, значит, в эфире 9 канала. Вечером. Вечером, да. Вот где я могу там задавать. Журсовет. Итак, журналист задала вопрос Алле Викторовне, сказала, а что вы ведь тоже обещали в осенцах не будет свалки, а там сейчас реально самая настоящая свалка. Вы знаете, какой был ответ? Ну, я считаю, что это просто дискредитирует ее, как министра экологии. А это вопросы не к нам, а вопросы к тем, кто сейчас неправильно эксплуатирует этот полигон. И вот чего опасаются жизни жителей деревни, что они сейчас протащат свой этот проект в Лубягино, а потом снимут себя... Я говорю, вот этот пилотный проект, который они запускают, нету ни одного положительного примера. Вы сначала постройте где-нибудь там, у себя дома, докажите, что это... Да, что найдите безлюдных, безлюдных или в безлюдном месте, в конце концов. И они объясняли, на самом деле, был вопрос такой по поводу безлюдного места, что логистика до безлюдного места, она потом встанет в такой тариф для всех жителей города. А это здоровье людей? Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Ну просто там будет то же самое. То есть там тоже будет большое количество возмущенных. Во-первых, у нас в Кировской области сейчас один из самых высоких тарифов на обработку ТКО. Во-вторых, это делается не за счет населения. Значит, строительство мусороперерабатывающих заводов, прокладка всей инфраструктуры делается не за счет населения. Не, не, Вячеслав, я о другом. Доставка мусора до безлюдного места, она это плечо ляжет на наши плечи. Это не мое мнение, это чиновники об этом говорят. Я вам скажу так, просто жадность куприта надо немножко убавить. И тогда ничего на наши плечи с вами не ляжет. Тарифы останутся такими, какими они есть. Очень важный момент, который нам нужен, все равно остается две с половиной минуты, но тут очень важная история на самом деле. Жалко, что мы ее не разобрали, но наверняка в пабликах жители отрисуют, потому что вот эта карта большая, прилегающая нового полигона, она еще находится на линии защитные по Победилово. И вот те три карты, о которых нам говорили чиновники, со слов наших сегодняшних гостей, они как раз остаются за этой линией, и они максимально прилегают на северный пункт. Вы знаете, мы еще не проверяли, у нас ведь еще один рядом аэродром. Аэродром Кучаны, он тоже находится в 14 километрах. Примерно до Победилова и до Кучан одинаковое расстояние. То есть с точки зрения авиационной безопасности кстати, надо сказать, что существующий полигон Куприд, он прямо там и находится на самом деле. Позвольте, значит, вот смотрите, вот жители деревень, которые уполномочили меня представлять интересы, значит, просили меня озвучить те вопросы и пожелания на этом эфире. То есть это то, что по итогам общего собрания жителей Итак, просьбы, наши просьбы, правительству Кировской области отменить решение по строительству мусорного комплекса вблизи деревни Лубягина и немедленно приступить к поиску альтернативных площадок размещения. Второе. Мы просим прокуратуру Кировской области и Следственный комитет, учитывая огромный общественный интерес, резонанс и внимание к проблеме со стороны СМИ, провести объективное расследование по коллективному обращению жителей о фактах нарушения во время публичных слушаний и принять соответствующие меры. Публичные слушания, которые были ранее 2-го числа. Которые жили в Седяковской дуле. Мы просим губернатора Кировской области Игоря Васильева принять решение о снятии с должности министра экологии и окружающей среды Аллы Албеговой с формулировкой в связи с утратой доверия по итогам ее поведения на мероприятии 2 февраля, когда она не вышла к людям поговорить, несоответствия статуса министру, дискредитирующего действия правительства Кировской области. И при выражении пренебрежительного отношения к населению. Сейчас пока вопрос... Да, Наталья Евгеньевна, вы тоже так считаете? Вы же не видели, как она себя вела в клубе? Она не вышла к людям. Ее приглашали, усиленно приглашали. Мы все ждали, мы стояли тихо. Я хотела уточнить. Пока вопрос с этим, вот этот вопрос Лубягинский, будем так его называть, он находится сейчас на региональном уровне. И власти Кировской области могут его решить и полностью закрыть этот вопрос, снять эту проблему. Но если этот вопрос не будет решаться на уровне Кировской области, население будет вынуждено обратиться с коллективным обращением к президенту Российской Федерации и в Генеральную прокуратуру. Вот это то, что меня просили передать. То есть вы готовы идти дальше выше на Москву? Слушайте, мы там живем. Да, я вас понимаю. Вячеслав Царюк, Дмитрий Лесник, Павел Вахрушев, Наталья Подгорбунская. Спасибо, что вы пришли и высказались. Мы еще раз говорим, что мы в эту студию будем приглашать, и студия открыта для того, чтобы приходили и жители, и чиновники, и партийцы, бог с ними, пусть приходят и рассказывают, что они имеют в виду. На сегодня эту тему мы временно закрываем. Но мы за ней следим и вернемся. Спасибо.